Необычный выпуск. Во-первых, обещал, что кое-что будет. Интересный у нас понедельник. Вот это вот интересное оно у нас здесь и сейчас происходит, пока распаковывается. Хотел у вас спросить, необходима ли музыка в видео вообще? Может быть, она кому-то надоела, уже набила оскомину, потому как смотрю, что людей набирается много и кого-то она может банально раздражать. Ну и вопрос к вам простой. Нужна музыка в видео? Ну, фоновая или не нужна? Ну и вот то, что необычное, как и обещал, понедельник. Не поверите, это пистолет от компании Six Hour, который имеет ряд довольно интересных особенностей. Во-первых, он газобалонный, во-вторых, у него есть blowback, при этом он пулевой, при этом у него снабжение боеприпасами. Магазинная, магазин, в свою очередь, еще и ленточный. Волее того, у пистолета имеется blowback. В коробке, как вы видели, практически ничего нет. Единственное, что мы замечаем, довольно много различной макулатуры. Макулатура не простая, а золотая, она является, по сути, наверное, копией лицензии того, что компания имеет право производить полную копию этого пистолета. По внешнему виду мне, признаться, сложно придраться, а по тактильным ощущениям с огнестрелем я также сравнить, наверное, не могу, потому что настоящий Six Hour я, к сожалению, ну или к счастью, в руках не держал. А сравнивать там свои ощущения, допустим, нашего оружия, мне кажется, оно очень сильно будет отличаться от зарубежного, и, в общем, здесь я как бы не силен и подсказать особо ничего не могу. Плюс отсутствует рабочий рычаг затворной задержки. Пистолет, хочу заметить, по-моему, далеко не дешевый. В общем, это как-то странно. При этом спусковой крючок металлический, он прожимается как на предохранителе, так и не на предохранителе. Очень странные механизмы, в угоду, чему сделаны, я не знаю. Возможно, просто не дотянули немного. Хотя, может, такая задумка, не знаю. Сам предохранитель, кстати, неудобный. Несмотря на то, что пистолет не дешевый, по-моему, стоит он будет, ну, более 10 тысяч рублей. Так, приблизительно на вскидку цену говорю. Хотя нет, вы видите, сейчас прям посмотрю. Да, больше 10 тысяч. В состоянии, какой у нас год-то? 18 года, 20 августа стоит 12 тысяч. Магазин. Как видите, магазин пластиковый. Ну, или не видите, вообще, он такой интересной конструкции. Мне показалось сначала, она неразборная, потом окажется, что эту цепь можно разъединить для большего удобства. Ну, чтобы видео показалось нам более таким насыщенным, что ли, на новизну. Тут у меня получилось снарядить половину магазина пулями массой 0.35 гамовские и гамовскими же 0.50. Посмотрим, как будет меняться скорость. Паузу буду стараться выдерживать в 5 секунд для того, чтобы механизмы не успевали слишком сильно остывать и скорость была более-менее стабильная. Питается пистолет от баллонов СО2. Ну, по сути этим СО2 его мощности ограничивается, плюс будет отжирать у нас газ blowback. Но, думаю, выстрелов на 40 в среднем пистолету должно хватать. Пока вы наблюдаете за всем этим, хотелось бы отметить, что blowback пистолета очень сильный на самом деле. По материалам, думаю, это полная копия. Низ полимерный, вверх затвор и прочие механизмы, вплоть до спускового крючка. Здесь металлические. Крючок, кстати, что меня сильно удивило, здесь действительно из металла. А он даже стальный. Что-то я поленился достать магнит в следующий раз. В следующих моделях попробую обязательно проверить. Вообще, заявленная скорость 130 метров в секунду, ну, не знаю, не знаю. Вообще, в баллоне должны заработать присадки и скорость должна подрасти. Но почти 30 выстрелов должно что-то было сработать. С другой стороны, пистолет уже и остыл довольно сильно. Так что можно делать поправку на это. Плюс пули все-таки тяжеловаты. Мне кажется, оптимальные пули для пистолета это 0,20, ну, до 0,35. Вот те первые гамовские, они у нас летали почти 100 метров в секунду. А, кстати, штуку я сразу не заметил. Во-первых, застряла пуля. В принципе, мне можно было ее не вытаскивать, я просто дальше не собирался уже стрелять, не собирался мучить пистолет. Решил ее извлечь, это, в принципе, никаких проблем вызвать не должно. Такая вот одна досадная пуля осталась. Емкость магазина, кстати, 30 пуль. И да, она действительно, как я уже сказал в видео, соединяется вот таким вот довольно простым способом. Выводы, как всегда, делать вам. Покупать, не покупать, лайк, не лайк и так далее. Я уже профессионально деформирован. Плюс изделие очень уж оригинальное. Это новинка, никакой информации, никаких отзывов и длительного опыта эксплуатации у меня нет. Но в целом, по качеству, по материалам пистолет мне очень понравился. Да, были какие-то странные решения, типа отсутствие кнопки затворной задержки и довольно необычный магазин, единственный минус которого, это, наверное, то, что его долго заряжать. Хотя, с другой стороны, больше особо у нас магазинных пистолетов пулевых нет, тем более на СУ-2, да тем более еще и с blowback. Данный пистолет определенно заслуживает внимания любителей пневматики. Субтитры создавал DimaTorzok